Я так понимаю, почему мы собрались? Это по отпуску, да? Я правильно понимаю? Да, да, да. Самый главный вопрос, да. Как все происходило? Специальная оценка условий труда, она обязательна для всех предприятий абсолютно, для всех. И на нашем предприятии она должна была провестись в момент образования. Этого сделано не было. В январе 23-го года было предписание ГИД, предписание прокуратуры о необходимости этих мероприятий. И в феврале месяце прошлого года, в феврале месяце, специальная оценка условий труда была сделана. В прошлом году, в феврале, я подчеркиваю туда просто. Весь этот год шло оформление там в Росреестр и так далее, занесение. Там были какие-то сложности с этим действовать. То есть, все началось с 15 января. Согласно этой оценке, которую производит специализированная организация, имеющая лицензию, вредность не убрали. Вредность у вас осталась у водителя-профториста. Но вредность там подразделяется на много-много всяких вот этих подразделов. То есть, не подходит именно 7 дней отпуска. Вот что бы там мы ни говорили, что бы ни были, это закон, он прописан. 7 дней отпуска не положено. Положена компенсация за вредные условия труда, которые у вас остались. Их никто не забрал, они есть. Компенсация составляет 4% от оклада. Это там, ну, понятно, что это 3 копейки, это 30-40 рублей. Да, я просто говорю, но это так. В интернете все по этому дополнительному отпуску. Дополнительный отпуск положен там по нескольким критериям для водителей. У нас что, все эти критерии, там и стресс, и шум, и вибрация, все. У нас все это исчезло. Там много критерий, у вас исчезло не все. Ну, там, грубо говоря... Значит, дополнительный отпуск должен остаться. Если присутствует хоть одну критерию, он должен остаться. Еще раз, не совсем все так. Вредность у вас осталась. Мы говорим именно о дополнительном отпуске. При той вредности и при тех критериях, которые у вас остались, дополнительный отпуск не положен. Еще раз, всю жизнь было. Еще раз говорю, смотрите. Не проблема, не проблема. У нас от реагента машины гнилил, а у нас нет здоровья. Давайте еще раз. Специальную оценку условий труда проводил не я, не главный инженер. Проводил специализм организации. Вот все, что вы сейчас говорите, сейчас это будут проверять другие люди. Вы же знаете, я об этом не знаю. Не проблема, давайте подождем небольшой промежуток времени, когда пройдет это проверка. Давайте сразу, когда вторую больную тему расскажем про эту историю, 16-17 часов. Подождите. Да, давайте уж раз мы собрались. Смена у нас с вами 16 часов. Вот при такой смене 16 часов. Среднее количество нормы часов годовое составляет 160 вольт. Можете проверить. Ну, среднее. Когда-то больше, когда-то меньше. 368 часа и 10 в ваших рабочих сменах, да, средних, 160 часов. 8 часов получается недоработка. Это математика. Понимаете? 8 часов недоработки, которые затем вам начинают здесь закрывать, там, ну, премию какую-то ставить. Потому что зарплаты получаются такие же, как и все, как на Кировской базе, где люди 17 часов работают, где на Ленинской базе и так далее. Вот получается, что работодатель в моем лице изначально вас не обеспечивает работу. Ну, понимаете, врач, я говорю, вот про эти 8 часов в средний месяц в год не обеспечивают работы, хотя работы у нас полно. И вынуждены платить повышенную премию для того, чтобы вы получали свою зарплату, ну, нормальную, обычную зарплату. По идее, за эти часы вам не должны платить. Ну, это сложно говорить, да, вы люди, вы пришли зарабатывать деньги, мне сложно к вам говорить. Я хотел бы узнать, а почему у нас 50 рублей сейчас стоит, а все остальное добивается премиями? Почему у нас зарплата не вся идет белая, а премии? А премии тратить не белая зарплата? Ну, я не знаю, премия у нас может лишиться каждой зачеты. Допустим, вот я сейчас выступаю здесь на собрании, меня завтра лишат премии за это. Ну, я утрирую, не обязательно так будет. Скорее всего, конечно, не будет. Есть тариф, он утвержденный, у вас часовая оплата, вы правильно знаете? В каком году, в 91-м? Возможно, в 91-м, но он утвержденный, он везде одинаковый. В 68-м, советские все еще идут. Доплата идет основная, действительно, да, более 50-ти процентов это премия. Ну, раз мы тут все собрались, да, премия, она подразумевает за собой не как вы говорите, не шаг. А вообще, ее за что-то должны доплатить? Ну, премия, она подразумевает за что-то. Не доплатить, да. Да, награду за что-то. Не доплатить, да. Ну, в смысле, это один и тот же ответ. Не доплатить. Встреча, вы знали, что полицей у вас написал жалобу, правильно? Ну, встречу как бы инициирую я, да. Я думаю, что на встрече вы, как минимум, должны варианты решения предлагать. А я вот стою, слушаю, пообщался с сотрудниками, идут только подождите. Учения, оправдания, что часы уменьшились, потому что мы провели другую экспертизу. Люди всю жизнь так работали. Первый вопрос. Какие ваши конкретные решения направлены на улучшение интересов ваших подчиненных? Ну, в самом начале я сказал, наверное, про основной, это про бокс. Про тот, который вопрос про тёплый бокс. Слушали? Конечно. Поэтому я и говорю, у меня сложилось перещение, чтобы... Это не достаточно решения. По остальному, вы сказали, надо подождать, мы подождём, мы подождём. Ладно, тогда следующий вопрос, раз вы на это ответ не можете. А сколько у вас укомплектовано штат на сегодняшний день? Ну, из 123-90. Из 123-90. Тогда в чём проблема доплачивать людям, которые совмещают либо перерабатывают? Вам деньги выделяют под полное количество? Нет. Так в том-то и дело, что кто совмещает, им доплачивают. Это неправда. Это правда. Вот пообщался с несколькими людьми, доплачут по 2-3 тысячи. Это правда. Ещё раз повторю. Хорошо, судя не правдой. Дальше скажите, пожалуйста. Вот вы же раз в год отчитываетесь, да, на комиссии перед городской думой, отчитываетесь о проделанной работе, о том, какие зарплаты, о том, что необходимо всем МБУ, да, там все вот 6 непосредственно руководителей МБУ выступают. Вот вы конкретно в том году что попросили? На что вам не хватило денег? Что попросили прибавить? Были ли у вас какие-то сложности? Я конкретно устроился в июне месяце на работу. Предыдущий руководитель? Не могу сказать. Тогда, ладно, это не к вам будет нарекание, но тогда пожелания вам расскажу. Обычно, когда выступают, и чтобы рабочие слышали, обычно, когда выступают руководители МБУ, происходит все так, что, ну, вот сделали то-то, 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 а пожелания? А пожеланий никаких нет. Мы задаем наводящий вопрос, вот сейчас я с Аскаром. А сколько у вас рабочие получают? Ну, 30 тысяч. А почему не выше? Ну, вот, необходимости нет. Предыдущий руководитель попросил отапливаемый бокс, единственное, что он попросил, когда отчитывались и когда просили финансы перед городской думой. Больше никаких вопросов. А, и второй вопрос, который был обозначен, что нехватка механизаторов. Дополнительно, вопросы не озвучились. Вот один только МБУ, Кировский, по-моему, да, если я это говорю? Один только, один только руководитель МБУ вышел и рассказал все как есть. Техника сломана, ремонт нужен. Да, можно? Вот. Он прям хорошо выступил. Вот я надеюсь, что вы так же будете говорить всю правду, которая есть. Техники нет, этого нет, того нет, того нет. И нашли деньги. У нас даже инструменты нет. А тут у нас инструменты ремонтировать нечего. Техников нет, у Терлинного банка нет. Ну, знака нету. А как же у вас люди работают тогда эти инструменты? Молодец. На всех. На всех. На всех.